Я глубоко убеждена, что сохрани нас пух от менеджеров, от топ-менеджеров, честно скажу. Потому что что такое менеджер? Это человек, который может, например, сегодня управлять баней, а завтра пойти управлять поликлиникой. Вы вдумайтесь в это, да? Я ничего против не имею ни современных менеджеров, ни тем, что нужно и бани качественно управлять, да? Но вы должны прекрасно осознавать, что все-таки, вот здесь возник вопрос, хозяин ему должен быть или менеджером, он должен быть в первую очередь профессионал. Почему у нас такие вот сейчас качания, какие у нас сейчас вот эти вот все дискуссии? Потому что в 90-е годы это был очень сильный вброс к нам либеральной идеологии. А либеральная идеология, господа, это не просто свобода, свобода это замечательно. Но ведь либеральная идеология что предполагает? Что государство это ночной сторож. Все, понимаете? А все остальное вы там как хотите, экономика разруливает. Но как показала практика, экономика разруливать не может, несмотря на все объективные законы. Почему они сейчас в Европе не работают во время кризиса, эти объективные законы? Экономика с политикой очень естественно взаимосвязаны. Поэтому здесь возникает опять же вопрос, чтобы была мотивация у современных молодых людей. Я почему говорю про молодых людей? Я не потому, что хочу там что-то получать или что-то там. Вы поймите, что старшие поколения, они уже, ну как говорится, там на прочь испорчен социализм, там чем угодно. Это я, кавычка, говорю, я про себя. У нас уже сформировавшиеся позиции, нас переделать практически уже невозможно. Понимаете? А молодые люди, и у нас все-таки стержень какой-то есть. Хороший, плохой стержень, это уже другой вопрос. Он у нас есть. А у молодых людей, вот у них сейчас эти метания поиски, это истина. Точно так, как у любого философа, который начинает свою жизнь. И я считаю, что для молодых людей самое главное, во-первых, это информированность, во-вторых, это действительно наличие обязательной государственной идеологии, а у нас сейчас вакуум здесь, абсолютно вакуум. Поэтому здесь у нас мешанина и либерализм, и анархизм, и там все, что хотите, и Болотная площадь в том числе у нас. Нормальный человек не пойдет на Болотную площадь, он в это время работает на рабочем месте. Понимаете? С 9 до 6 лет, да? Вы можете пойти на Болотную площадь? Нет, я тоже не могу пойти, потому что у меня студент, у меня лекция в это время, понимаете? Я не могу их бросить или сказать, там, пойдемте со мной, а вдруг там, не дай бог, шальная пуля застрелит, а я несу ответственность за их здоровье и жизнь. Батюшка тоже не пойдет на Болотную площадь, у него там в это время тоже служба, понимаете? Мы все люди заняты. А кто туда пошел? Туда менеджеры пошли. Я серьезно вам говорю, туда пошли менеджеры, которые работают там сутки через трое. Не в обиду. И третий момент, это воспитание. Идеология, информированность и воспитание. Спасибо.